Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Вот памяти тех людей, которых уже нет с нами. Притом, я так понимаю, что у вас география весьма широкая, вы не ограничиваетесь только теми людьми, которые жили в Латвии. Как вообще родилась идея и для чего этот сайт? Потому что так жизнь наша устроена, что чем больше проходит времени с того момента, когда человек уже нет с нами, но, к сожалению, мы о многих забываем. Я считаю, что незаслуженно, но так, видимо, человек устроен. Но не может он все время жить воспоминанием о прошлом? Началось все с того, что в начале 2000-х годов умерли несколько фотографов, известных в мире, с которыми я был знаком. Может, я знаю, что у вас хобби – это фотография, если наши радиослушатели не знают? Понимаешь, и я обратил внимание, что постепенно начинает исчезать информация о них. И вот как-то началось у меня с фотографов, у моего приятеля, хорошего приятеля Айнера. Тоже увлечение в вопросе истории. И вот так мы решили, что надо создать свое. И в данный момент мы давно как бы выросли и отошли только от этой, как первоначально, вот «Некропола» – это похоронная тема. Что-то такая всеобхватывающая энциклопедия, где мы записываем и события, и людей, и различные места в мире. Потому что это взаимосвязано, и фактически любая энциклопедия должна отвечать на три основных вопроса. Кто, где и когда. И вот это так и строится. То есть, фактически, это в какой-то степени исторический такой вот сайт, я бы так сказал, да? Через людей, через призму людей. Сейчас мы создали свыше 60 миллионов страниц на 11 языках. На 11 языках? Да. И люди присылают со всего мира вам какую-то информацию, да? Да, да. И вот такие энциклопедии созданы с такой мыслью, что люди сами регистрируются и пишут о своих родных. И вот такой момент истины появляется тогда, когда двое пишут. Вот это я хотел как раз спросить. И начинает перекрываться информация. Вот один знает о каком-то человеке или событии, что-то одно, другое, другое, и вот начинает обрастать. Вот такой, ну, скажем, особенность, что мы создали вот такую техническую возможность, что энциклопедия начинает сама создавать вот эти родственные связи. И я много писал о Романовых, и вот такой собственный рекорд, что я вот записал одного, который связан с Романовым. С династией вот этой, да? Сама энциклопедия добавляет, вот у меня рекорд 129 родственников. Ура! По всему миру по существу, да? Ну, это то, что берется из энциклопедии, то есть из данных нашей энциклопедии. Именно уже ваша энциклопедия? Именно, да. То, что вот она берет... А не было такой вот опасности, вы же, наверное, я знаю, что вы хорошо вот, ну, вообще, хорошо знаете историю, особенно вот 20 век, она настолько противоречива, что ты берешь какой-то исторический персонаж, и у него уже есть клише. Ну, не знаю, что это злодей, да? Да, да. Ну, понятно, что его родственники наверняка относятся к этому иначе. И вот тут есть столкновение, когда ты знаешь, что вот этот, не знаю, там, человек X, там, не знаю, во времена вот сталинских репрессий, вот он злодей, да? А родственники говорят, что нет, он не стал, и так далее. Яркий пример Берия, да, у которого, там, для внука, которого был любимый дед, да, и эти люди, которые... А в представлении большинства это какое-то исчадие ада. А, да, да. То есть, у людей очень субъективное и отношение к всему окружающему, да, и, наверное, тут, я не знаю, я тебе это рассказывал или нет, но мы в свое время как-то... Когда мы только начинали, да, нам наш адрес высказывали упреки, что, мол, вот это очень субъективно, когда люди что-то рассказывают. Вот, и я задаю встречный вопрос, а кто же пишет историю? Это несколько к власти приближённые историки. Во всём мире так практически, да? Во всём мире, это везде так, да, которые какие-то вещи, может быть, усиливают, какие, может быть, немного... Они их не пишут настолько откровенно, да, и это... То есть, даже, может быть, не врут, но показывают только с той стороны, которая им выгодна, да? Им выгодно или в пределах их знания или понимания вот этих вопросов, да, то есть, как ни крути, это тоже субъективный рассказ. И если, вот скажем так, у нас, мы как раз сегодня утром смотрели, у нас почти 30 тысяч соавторов, можно сказать, которые сами что-то написали. И вот такая большая масса субъективных воспоминаний, они в своей совокупности дают гораздо объективнее картину о каком-то историческом событии или даже... Персонажа, да. Персонажа или о времени в целом, нежели какие-то конкретные, признанные официальными, да, записи или истории. Потому что это один уровень, второй уровень, мы можем целиком посмотреть, как люди относились к тем или другим событиям, да, ну, например, если мы смотрим 70-е годы, да, и для людей нормально было, когда вот в каком-то кафе, ресторане все курят, в клубе, да, то есть... Абсолютно, да. Да, это нормально. Все курят. Да, там курят, и у всех к чёрту нервы, да, все курят. Сейчас вот эта картина уже немного режет глаз. Практически невозможно себе представить. Как это так, да, там в помещении, там ребёнок рядом или люди, которые не курят, и кто-то просто дымит в глаза. Поэтому это может быть такой мелкий пример, но он яркий, как меняется мир. Мир меняется во всём, и даже вот поведение у людей на улице. Ну, скажем, 90-е, сейчас люди даже на улице ведут себя иначе. Абсолютно. На перекрёстке горит красный свет, машины вроде нет, люди стоят. Стоят. Да. Может быть, какая-то бабушка торопится в мир иной, да, то есть она там по диагонали может там рвануть. Да, а люди воспринимают как нормальное, что вот если красный свет, то надо стоять. Надо стоять. А раньше все спешили, бежали, никто на это не смотрел. Да. Ну, вот интересно, я понимаю, что такая тяжёлая страница истории, но вот посмотрите, как всё меняется. Да, вот, ну, к примеру, недавно даже там с участием министров там открывали вот какой-то памятный камень, этот бункер. Вот сейчас так называют национальные партизаны, да. И, действительно, вполне возможно, что если мы воспринимаем это, что, действительно, они боролись против советской оккупации, против советской власти, с точки зрения вот этих людей, которые так это воспринимают, это борцы-герои. Да. Но мы знаем, что вот тому, кому они открывали там такому Чеверсу памятник, он был, ну, как бы диверсант в понимании, он был заброшен, проходил вот эту вот спецшколу немецкую. И понятно, что целый ряд людей скажет, подождите, а зачем же вы делаете из диверсанта, да, который, ну, фактически был в какой-то степени коллаборационист, героем. Да, и вот получается, как вы и сказали, что с какой точки зрения посмотришь, и вроде бы уже совсем неоднозначно, вроде бы и не герой, а другие считают, нет, герой. Ну, скажем так, когда начинается война, на войне хороших нет. Из этого надо исходить, да? Это. Такая философская мысль может быть, да? Вот это, наверное, с этого надо начинать, потому что на войне добрых людей нет. Там, кто первый. Выстрелит, да. Точно, выстрелит. Да, и выжил. Да. Да, и если посмотреть, я много занимался вот в свое время, собирая какие-то материалы по Белоруссии, и там, где и красные партизаны проходили, да, там после этого трава не росла. Да, то есть, это война, но ты затронул другую тему глубокую, что вот люди, которые воевали и участвовали в этих событиях, для них война кончилась. Они между собой свои отношения... Завершились, так можно сказать. Да, там все завершилось. Но вот уникально в психологии людей, что проходит несколько поколений, когда начинают потомки, не участники событий, начинают представлять и строить свое отношение к этим событиям, из своих представлениям, как там было, и как там, может быть, обижали деда или какого-то близкого, или кого-то из, не знаю, своего рода. Я это упоминаю в связи с этой политикой призыва или приема мигрантов в Европу. Но вот эти массы людей, которые принимаются в Европу, я понимаю, что это не те пианисты, инженеры или то, что вот эти волкомисты говорят, но с другой стороны, они, наверное, и не будут явными террористами или совершают какие-то злодейства. Но после их интеграции в этом обществе... Общество будет долгим. Через какие-то поколения, пару поколений, вот их потомкам покажут, что их предков в чем-то обидели. И я думаю, что явный пример – это Франция, когда вот французы, ну, по истории видно, что французы совершали в Алжире. И в 60-х, когда французы дали вот своим бывшим этим колониям гражданство, и их начали принимать... Интегрировать фактически. Интегрировать в свое общество. Поначалу это было как бы вот таким шагом доброй воли, а сейчас сколько поколений прошло, и люди начинают вспоминать, что какая-то обида сидит внутри, да, И нужно свою вендетту или вот эту войну вместе начинать про события, которые... Вообще их уже не касается, да. Да, были в прошлом, да. И это, наверное, неизбежимо, да, что политики вот эту тему старых обид пытаются постоянно поднимать и на этом строить свой имидж, свое, ну, миропонимание и свой диалог с возможным избирателем. Это опасная и часто очень мерзкая тенденция. Вот вы уже заговорили о мигрантах, но вот тоже интересно, сейчас дискуссия идет в обществе, в принципе, я считаю, что вполне закономерный вопрос задают люди, что нам все время говорили, что, ну, как, у нас не только граница Латвии, там, с соседями у нас граница Европейского Союза внешняя, да, и вроде бы выделялись, ну, как нам казалось, большие деньги, и сейчас, когда вот выяснилось, что вот эти пошли тут жители Ирака, афганцы к нам, начали говорить, ой, нам срочно нужен забор, оказалось, что никаких заборов нет, никаких ограждений нет, с одной стороны, с другой стороны, насколько вообще это разумно взять от простой соседей, отгородиться и сказать, не-не-не, мы вас там ничего не знаем, мы не знаем больше Белоруссию, не знаем больше, там, не знаю, Россию, вот мы сейчас забор высокий построим, и все. Ну, я об этом, я не политик, я не во власти, поэтому я могу себе позволить сказать глупость, и глупость, о которой я не раз говорил в Болткоме, о том, что вот есть слово, которое не переводится на русский, Нерунавшин. Да, перевести невозможно. Невозможно, да, вот, я даже не нашел такое слово и ни на немецком, ни на английском, то есть, какое-то уникальное слово, но оно с глубоким смыслом. Ну, очень глубоким. Если совсем поверхности перевести, это отсутствие диалога с кем-то, разговора, да. Да, вот просто не говорите все. Да, 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 да. Да, и то, что вот эти потоки вдруг пошли, и это становится таким, ну, скандалом на уровне Европы, и тем, а если посмотреть 2-3 года назад, когда Меркел открыла границы Италии, тогда скандалов и резолюции, и каких-то скандалов в Брюсселе абсолютно не было. Не было. Да, то есть, опять же, опять начинается какая-то… Какие двойные стандарты такие, да? Ну, такое двоякое отношение к каким-то событиям. То, что граница, да, у нее это долгая дорога в Дюнах. Да. Да, давно эта история, да, идет, да. Совершенно верно. Когда было всем понятно, что Латвия вступит в Евросоюз, почему-то в очень срочном порядке начали строить памятники коррупции на границах с Литвой и Эстонией. Пограничные пункты построили между Эстонией, Латвией и Литвой. Вот отсюда. Но внешнюю, в будущем, внешнюю границу Европы не строили, потому что надеялись, что Европа даст на это деньги. Вам надо, вы и платите, да? Ну, может быть, но что можно быстро освоить какие-то большие деньги именно на этих, и это мертвые точки, да, там, вот, Айна же, ну, где все понастроили, там, грань стала. Зачем, да? Совершенно ненужная трата денег была на этих пунктах, и, ну, да, и ответственность, как всегда, никакой не последовало, да, но скандалы постоянно сопровождались. Ну, вот тоже интересно, не хочется, опять-таки, может быть, уходить в политику, но просто я так прагматично смотрю, поскольку все равно нравится нам Россия или Белоруссия, и нет, все равно они наши соседи будут, правильно? Мы вряд ли поменяем квартиру в этом плане. Вот тоже интересно, когда вот сейчас очень жесткая политика Европейского Союза по отношению к Белоруссии, ну, и Латвии в том числе, возникает вопрос, а раньше нам Лукашенко нравился, вот возникает вопрос, он что, сегодня стал, не знаю, диктатором? Да, вот тоже такой интересный вопрос, когда еще два года тому назад мы ездили к нему с визитами, дружили, обнимались и так далее. Я ведь готовился даже его визит в Латвию, но, если откровенно, я в 2010 году, вот, плюс-минус эти годы, мне приходилось часто бывать по бизнесу в Минске, и в какой-то мере я восхищался Минском, потому что в советское время мне доводилось побывать в Минске, и сравнивая с тем ужасом, что было тогда, я к Минску относился как к месту отбывания наказания. Даже такой уровень был в этом городе? Ну, очень, отличалось, как бы тут 500 километров, и вот такая разница. Ужас, да? И сейчас я посмотрел, что от белорусов можно было очень много учиться по организации и логистике налогов, да, по очень многим вещам. Но то, что происходит, вот этот пузырь, в котором, видимо, президент и его окружение живет, настолько далек от общества, да, что, оказывается, ну, для меня неприемлемо то, что происходит в Белоруссии, да, и я не верю, что фальсифицированы так настолько откровенно вот эти показатели выборов, но реакция на протесты, она совершенно неадекватна. И мои приятели, бизнес-партнеры белорусов, да, они просто в ужасе от того, что происходит, ну, там должно что-то меняться. Это правда, да. Возвращаясь вот к Латвии, вот вы интересно сказали, очень важно, что горит красный свет, ну, как бы машин нет, люди все равно стоят, не идут, да. То же самое, наверное, можно провести параллели, я помню, что еще до пандемии, ну, сколько там, ну, 19-й год, когда к нам приезжали... Да, когда к нам приезжали туристы из Китая, из Японии, помните, иногда в торговых центрах можно было видеть вот эту группу туристов, и у них были маски одеты, да, и народ как на них смотрел, думает, то ли они больные, от них как-то так вот люди даже начинают шарахаться. Сейчас, мне кажется, вот если те, кто входит в магазин без маски, уже народ от него начинает шарахаться, как быстро все вообще в нашей жизни меняется, да. Даже есть вот такая шутка, что два года назад попробую зайти в маски в банк, да, тебя задержат, сейчас попробую зайти в банк без маски, и тебя опять повалят, да, то есть мир меняется, да, и, ну, кое-какие вещи мне даже нравятся, мне нравится, что в магазине ко мне не лезут, да, вот там иногда бывало, что ты стоишь в очереди, да, и кто-то просто напирается на тебя. Да, вы абсолютно правы, мне иногда тоже это раздражало, почему-то многие думают, что вот стоит касса в очередь, да, почему-то кто-то думает, что если он буквально прислонится вот к телену плечу, то очередь пойдет быстрее, вот иногда просто поражаясь вот некоторым людям, да. Это, конечно, мне нравится, ну, в принципе, я лифтом мало пользуюсь, но когда я захожу в лифт, и если я первый, я остальным, я говорю, я его сейчас отправлю назад, я хочу один ехать. И люди, нет, и люди, это, понимаем, к этому относятся, хотя я вот, например, смотрю, ну, во время пандемии, наверное, есть вещи, на которые надо обратить внимание, да, что я вот по городу еду на машине, я вижу, настолько переполнен общественный транспорт, и по этим нормативам, которые там постоянно обсуждаются, фактически в этом общественном транспорте, по этому нормативу может быть один пассажир. Ну, если так, я собираюсь, да. Если вот относить это к тем требованиям, которые вот в супермаркетах, в магазинах, да, то есть вот в таком автобусе может быть один пассажир. Я, насколько смотрю по прессе, да, то количество автобусов, троллейбусов сократилось, а не увеличилось. Это неправильно во время пандемии. Вот интересно все-таки вам, тоже как юристу, интересно наблюдать со стороны, вот понятно, что мы сейчас очень неординарная ситуация. Никто к этому не был готов, может быть, никто не знает, как все-таки правильно реагировать, как отвечать на эту пандемию, но вот особенно взять вот эти последние недели, вот мы смотрим, появляются опять вот эти новые правила, не будем сейчас вдаваться в эти правила, но вот идет заседание правительства. За ними не уследить, да. Да, ну, неважно, идет заседание правительства, сейчас часть публичная, вот где они обсуждают эти ограничения. Есть такая вот оперативовады безгруппа теперь созданная, которая вот чиновники, эксперты, и они там сидят днями, обсуждают вот те или иные ограничения. И вот они подготовили свой продукт, да, и передали в кабинет министров. И кабинет министров обсуждает, и что не бросается в глаза, они опять-таки не вдаваясь в эти все там 355 пунктов, выступает представитель этой оперативовады безгруппа, да, чиновник, и говорит, вы знаете, ну вот мы вот составили, вы просили, мы сделали. Это особенно ничего не даст, говорит он, ну вот надо же что-то принять, вот мы принимаем. И это все происходит публично, и ты смотришь на, как на театр абсурда. Если вы подготовили какой-то проект, принесли как чиновники в кабинет министров, и ты сам говоришь о том, что вот твое лекарство, которое ты предлагаешь, не даст никакого эффекта, ну а зачем ты все это делаешь? Вот только потому, что тебе нужно эту галочку поставить. Все равно, что вы приходите к врачу, и он говорит, вы знаете, я вам эти лекарства выпишу, они вам не помогут, конечно, ну я вам что-то выпишу, раз вы уж ко мне пришли. Но это же какой-то абсурд. Ну, трудно, да. Я не завидую Кариншу. Да, это тот случай, когда... Управлять страной, когда во всем мире все в большом хаосе, да, то есть, конечно, очень трудное время, и много ошибок. И каждая вот такая публичная ошибка, она вызывает новую волну вот этих антиваксеров. Потому что, ну, если помните начало 2019 года, когда... Нет, 2020 года, я извиняюсь, 2020 года, когда показывали ужаса, там, Бергамов, что ночью военные машины везут гробы, да, никого на улицу не выпускают, да, то есть, это было что-то ужасное, непонятное. Какой-то апокалипсис, да. Да. Людей хоронили, не допуская, не разрешая открывать гробы, попрощаться с родными. То есть, это было действительно ужасное, неизвестное. Ну, вот эти два года как-то показали, что, ну, масса примеров, когда надо оберегать, да, и надо вот этот... Это, этот, ковид, он очень опасен, но тем не менее, вот такая изоляция, вот эти маски, ну, если откровенно, мы дома столько руки не мыли никак, да, но это очень хорошее, хорошее такое начало, и, возможно, вот каким-то образом это оберегает людей, но повысить вот эти... Опять вот так, что вот какие-то полки закрываем, какие-то магазины закрываем, мне кажется... Зачем? Создаются толчая очереди, зачем? Ограничения, да, и то же самое в школах. Норман Бергс ведь предлагал вот эту программу... Вентиляции, да. Вентиляции школ, да. Я не знаю, в этом направлении что-то делалось или нет, во всяком случае, то, что я знаю про школы, да, этого не хватает. И вот, как ты говоришь, они там сидят, обсуждают, обсуждают, вот ничего придумать не надо, давай повысим себе зарплату. Или увеличим там финансирование партии, да. Да, с другой стороны, вот ты смотришь, вот ты упомянул этих антиваксеров, вот выходят люди на улицу, я понимаю, что у каждого в демократической стране там есть право на свое мнение, вот они выходят и все время там выступают против... Ну, после этого тоже, кстати, должны были горы трупов быть, да, то есть, сколько их там собралось в первый раз, я фотографировал вот это событие возле президентского замка, да, то есть, ну, там было как во время отмода людей. Да, да, очень много, несколько тысяч людей одновременно. Ну, и после этого должны были быть страшные последствия, если так. Ну, вот сейчас мы видим 1200 человек каждый день заразившихся, так что, ну, даже абстрагируясь от этого, возникает вопрос, что, ну, хорошо, все сосредоточились на этой вакцинации, не вакцинации, на самом деле сейчас мы видим другая история, да, инфляция, посмотри, какие цены, какие будут тарифы сейчас пенсионер получит за отопление счет, там, не знаю, 200 евро у него за пенсия 250, как он будет жить? Мне кажется, это еще одна проблема, так сказать, очень серьезная, не меньше, чем пенсия. Это серьезная проблема, это, наверное, ну, сейчас мы сейчас говорим о Латвии, да, я не вижу до сих пор какие-то действия, которые направлены на поддержку предпринимательства. Нет. То есть вот нынешнее политическое, вот это доминирующее, что у нас денег столько, сколько никогда не было, у нас денег хватает для нас, да, и мы перераспределяем, но не создаем, и даже вот в законодательстве, увы, увы, предпринимательство, вот налоговый вот этот, этот сектор, это единственное место, где предусмотрена легальная презумпция, что человек виновен... Уже априори. Априори, да, и он должен оправдываться... Постоянно. Да, это пока вот такое отношение и мнение не изменится, то ждать какого-то экономического рывка или подъема, наверное, нет тошнования. Вот ты абсолютно прав, потому что вот даже в подтверждении твоих слов вчера, опять-таки, заседание Кабинета министров, ну и там обсуждается вопрос о том, что предприниматели вправе требовать от своих работников вот этот сертификат, да, особенно в сфере услуг. Если у работника сертификата нет, он должен, может его отправить там, самый дикстал, простой и так далее. И предприниматели прямо на заседании правительства говорят, подождите секундочку, ну в этом самом, в законе о труде ничего не сказано, что на этом основании мы можем человек не допускать до работы, увольнять, но ведь он подаст суд и выиграет, ничего в законе по этому поводу не сказано. Ну и тогда правительство говорит, да, действительно, что-то бы тут не доработали, а мы вам сейчас напишем вот эти вазлиниес, ну вот эти вот, и чтобы вы бы знали, что действует. Но я извиняюсь, любой юрист скажет, что какие вазлиниес, у нас есть законодательство, если вы требуете или принуждаете предпринимателей, чтобы они действовали так или иначе, вы должны хоть каким-то образом расписать все это, защитить предпринимателей. Дело в том, что это можно написать, и наверняка она пишет, но это не выход. Нет, я понимаю, что это не выход, но вообще ничего не предлагается. Это у этого вопроса два таких кардинальных отношения. Одно, что, мол, вот это не предусмотрено, но если мы относимся, ну вот представим что-то другое. там, эбола вирус, который все помнят как что-то ужасное. Ужасное, да. Да, и если бы сейчас объявили, что у нас вот этот вирус появился, и из дома не входить. Не дай бог. Я думаю, что люди бы не выходили, потому что вот как-то это застряло сознание, что это дико, дико. Да, что это смерть, да. Да, это смертельно. С другой стороны, если посмотреть, что вот эти запреты, их, конечно, можно написать, но вот механизмы, как, ну, обустроили, например, кассовые аппараты в магазинах, да, то есть вот этого прямого контакта нет. Я не понимаю, вот сохранились вот эти маски, да, вот, вот она у меня тоже в кармане, в которой ты можешь, ты весь день там дышишь в этой маске. А мне казалось, что вот этот, вот эти маски, которые были пластмассовые, пластмассовые, мне казалось, да, эти экраны, мне казалось, что они должны были работать гораздо лучше, потому что там какой-то обмен воздуха происходит, не то, что вот ты герметично постоянно дышишь в эту маску, да. тряпку, да, и я не знаю, вот ответов-то нет. И когда я вижу одних и тех же политиков, которые что-то пытаются тебе говорить, но веры нет. Да, к сожалению. Возвращаясь, может быть, к завершению нашей беседы, к тому, с чего мы начали, вот это действительно очень важная, мне кажется, такая вот работа для истории, вот рассказ о личностях, да, вот попытка, может быть, по-другому взглянуть на человека, которого уже нет среди нас. Было вот такое, вот, не знаю, какие-то открытия для тебя, как человека? Очень много. Много? Очень много. Что вот мы, а человек, и фактически вот эту сторону жизни мы его не знали, хотя казалось бы, что это такой знаменитый человек, не знаю, для Латвии или для мира. Были такие открытия, да? Очень много. У нас не зря, ну, то есть мы как-то принимаем в основу, что всё исходит и связано с Латвией. Да. У нас именно есть такая даже отметка, связан с Латвией или родом из Латвии. Вот тогда мы видим, сколько знаменитых людей, да, то есть мы с уверенностью можем сказать, что Денис Биро во всех королевских домах Европы, да, то есть вот Анна Яановна, да, то есть она, как бы, там, мать Европы, да, вот, она связана, да, и мир действительно, вот эти границы, которые, ну, построены на карте, да, то есть жизни вот этих границ нет. И мы на столетие государства предлагали как-то, ну, вот, что создадим, что от каждой судьбы к истории нации. Это ведь очень важно, на самом деле. Да, и... Это даже интереснее читать даже, да. В тоталитарных государствах обычно пытаются стереть... Орличности, да, как таковое, да? Мы пытались стереть вот эту общественную память о событиях, и мы притащили сюда очень большое количество данных архивов ГУЛАГа, и многие люди, которые даже не знали, что их предки, родные репрессированы, да. Просто даже не знали, да? Да, не знали, да, и находят своих, самое главное, что находят какие-то концы, какие-то места, где они были, куда они были сосланы, да, как создавалась их судьба. А ведь кто-то даже выжил, и они тоже об этом не знали, да? Исчез человек, и всё, да? Ну да, вот мы в связи с этим стали очень знамениты в Польше, потому что какой-то британский лётчик, ну, с польскими корнями нашёл 42 своих родственников, 42 человека, которые пропали, и в родне были списаны, как в безвести пропавшие, и оказалось, что концы нашлись в ГУЛАГе. А никто не выжил в итоге, да? Да, да, ну, они в лагерях остались, и вот этот англичанин устроил крупный скандал в польской западной диаспоре, да, мол, что происходит? Что вот 75 лет после раздела Польши, и у вас ничего нет, а вот в Латвии это есть. И вот в связи с этим появилось, что вот мы демонстрировали в польском парламенте, в Сенате в 2014 году, и поляки очень серьёзно работают. Вот если открыть таймнот и посмотреть на карту, то самая активная зона, где люди работают и записывают. И польская диаспора очень-очень большая в Латвии. Мы о ней не знаем. Ничего. Она настолько глубоко интегрирована в латвийской, ну, общественной и национальной среде, что я даже не знал, что среди моих знакомых, фу, родных, я извиняюсь, я говорил, родных очень много поляков о том, что я просто не знал, что они поляки. А что, потому что они чаще всего учились на латышском языке? Да, и там латышский, да, и вот как-то случайно об этом я узнал, и это прекрасно, когда вот можно как-то пройти. Ну, вот, например, мы исследовали, кстати, Сталина, и знаменитый психиатр Весту Рудзи, он тоже по своему профессиональному интересу. Вот мы докопались оба до 1798 года. Сталина посмотреть, в какой среде вот этот человек, вот, откуда вообще его корни, да, и, ну, да, надо копать, и надо писать каждому о своих, и я сколько раз призывал, кстати, и вот проект «Бессмертный полк», даже вот такое. Люди 9 мая, да, прошли с этой фотографией, потом эту фотографию отложили в сторону, большая часть даже не знает, что они несли. А у этого человека тоже есть своя история, и почему он попал в войну, почему он погиб на этой войне, да, и об этом. А на самом деле ведь мы много чего не знаем, да, мы говорим, а вот вы сказали. Ну, философски, наверное, люди обычно удивляются тому, что они понимают, а на самом деле надо удивляться тому, что мы что-то понимаем. Да, это, кстати, хорошая мысль в завершении, Айва Боявков у нас был в прямом эфире, большое спасибо. Радио Болтком В магазинах Максима выходной Вау! Наполни корзинку выгодными предложениями выходных С 30 сентября